Доброе утро, Антуанет! Доброе утро, Марьяна! Доброе утро, Марьяна! Я разделю беседу на развитие мозга в этом возрасте, развитие физиологического возрасте и развитие эмоционального возраста. Чтобы вам лучше понятно было, в первую очередь мозг. У нас мозг состоится из двух шариков. И между шариками есть соединение. И в этом возрасте это соединение еще не до конца сформировано. Значит, сигналы из одного шарика до другого не так хорошо проходят. Поэтому вы увидите в этом возрасте, если ребенок должен делать что-то двумя руками, у него это трудно получается. Например, завязывать шнурки, там пуговицы застегивать. Для них это двумя руками тяжело. И поэтому, если в этом возрасте у них проблемы, это естественно. И мы как родители должны это понимать, чтобы мы не раздражались, чтобы мы не терпеливее относились к ним. И дать ребенку пуговицы, которые побольше, чтобы ему проще было. Или можно задать им задание, чтобы они маленькие вещи поднимали. Это тоже учит вот эту часть мозга развиваться. Они намного медленнее делают вещи. Поэтому часто мы как родители не понимаем и торопим их. Давай быстрее, особенно когда надо ходить на собрание. Давай не опаздываем. Они не могут. Потому что вот это соединение между двумя полушариками еще не до конца сформировано. Поэтому помните, они медленнее все делают. И они тоже не совсем еще устойчивее. Они могут падать где-то. И родители бывают, ругаются с ними. Почему ты такой уклужий? В этом возрасте у них еще так. Только в школном возрасте это становится лучше. Они тоже не могут. Тонкие вещи физически из-за того, что у них мозг не до конца сформировано. Например, лить жидкость в стакан. Иногда получается, иногда нет. А родители ругаются с ними, что ты не можешь лить. Даже вот когда маленькие, три года мы не понимаем. А когда до школного возраста, мы уже начинаем раздражаться. Для них это еще тяжело. Мы видим их рисунки. Например, они рисуют на стене, но такие большие рисунки. На стене это да. Для них нормально. А бумага для них слишком маленькая. Потому что это соединение еще не до конца. Поэтому это важно, чтобы родители это учитывали и были терпеливы с ними. Тоже они еще абстрактные размышления у них еще нет. Они не могут логически понимать. Ты не можешь им там до конца объяснить, почему там то. Да, нам надо это всегда сделать и пробовать. Потому что где-то останавливается это. Но не жди от них, чтобы они понимали или рассуждали вот это все. Они очень наблюдают в них. Я думаю, что вы видели в интернете или в соцсетях эти видеоклипы, где ребенок говорит по телефону точно так, как мама говорит. Они все наблюдают. И таким образом они учатся. Не с нашими беседами или с объяснениями, а то, что они видят в этом возрасте. Поэтому очень важно, как мы себя ведем в этом возрасте. Таким образом они учатся. Например, если мама видит паука, да? И она пугается и кричит и все. Ребенок видит это и он учится, что надо бояться паука. Это один пример. Или если мама боится, например, гроза и молнии, и она так реагирует, то это передается ребенку. Он учится таким образом. Можно вопрос? Можно вопрос такой? Да. Дети, ну вот скажем даже дошкольники, вот вы говорите, что они именно учатся повторяя. У меня есть знакомый человек, который все время детей так осекает и говорит, что ты повторюха, хрюха, все плохие вещи повторяешь со своими братьями и сестрами. Будь личностью и не повторяй этого. Это имеет смысл? И в каком возрасте такое замечание может иметь смысл? До школьного возраста вот они так учатся. Они повторяют то, что они видят, другие делают. Да, конечно, надо их учить. Слушай, вот это не хороший пример, не надо так делать. Но это естественно у них. Их мозг еще не деформирован, как в школе, в которой они могут факты принимать. Поэтому надо их учить, что это неправильно. Но это естественно в этом возрасте. Но не стоит их ругать за то, что они повторяют. Именно ведь мы же и учимся говорить, когда повторяем за родителями, да? То есть повторение это и есть процесс учения. Конечно, есть плохие вещи и хорошие, но все-таки это именно процесс естественный. Именно понимать это и всегда следить за собой в первую очередь. Да, очень важно следить за собой и понимать, что это естественно. Как ты говорила, они повторяют то, что мы говорим. Поэтому я смотрю на время. В этом возрасте у них тоже очень развиты фантазии. Поэтому у них разные фантазии. И мы можем иногда не понимать это. Мы ругаемся с ними. Что ты придумаешь? Что ты выдумываешь? Родители мне говорят, мой ребенок лежит. Иногда это не для них гад. Это фантазия. Их мозг так работает. Конечно, опять же надо поправлять и сказать, ну это же не точно, это не реальность. Понимаешь? Но в этом возрасте они играют с куклями и у них там фантазия, вот что эти куклы делают или гоняют машинами. У них картинка, где эти машины гоняют и все. Это естественно. Конечно, мы должны это направлять. Я продолжаю на физическое развитие. В этом возрасте, ну смотрите, до двух лет они еще физически, ну такие неуклюжие, не совсем. А в этом возрасте, именно вот сейчас, они должны физически развиваться. И поэтому очень важно, чтобы мы им дали возможность развиваться физически. Я смотрю на родителей, иногда им они говорят, сиди, не двигайся, сиди, не делай, не трогай. Да, они должны учиться, где как надо себя вести, иначе они будут просто как обезьяны делать, что хотят. Но вот в этом возрасте, я помню, мои дети лазили на заборы, лазили на чердак, на ферме. Ребенок лазила в шкаф, и там нашла себе место. Лазит в коробке, лазит везде. Ну, конечно, при присмотра, и мы должны их учить, где опасности, где не опасности, они этим учатся. Но мы должны понимать, что им надо испытывать всякие эти физические вещи. Когда они идут в школу, они уже начинают спортом заниматься и другие вещи. Но если мы не позволили им в этом возрасте развиваться, они не смогут. Такой вопрос, Антонет, по поводу физического развития. Вот вопрос богослужений. Два часа длится стандартное богослужение. И физически может ли ребенок, и вот по своему развитию умственному, как здоровый, нормальный ребенок, это нормально для него просидеть два часа? Или же все-таки мы должны понимать, что ребенок с 3 до 7 лет немножко другой? Или, может быть, он не до конца воспитан, что он не может досидеть? Просните вот эту ситуацию с точки зрения психолога. Марьяна, все мамы, которые верующие ходят на собрания, спрашивают у меня. И я им говорю, это неестественно. Ну, смотрите, в школе, даже в школе разбивают уроки на 45 минут или меньше, да? Потому что даже в школе понимают, что ребенок не может так долго сидеть. Есть дети, которые более спокойные и которые более способны к этому, но есть дети, которые не могут. Конечно, мы должны их учить, и до 7 лет у них больше. Но, я знаю, многие будут меня критиковать и сказать, мои дети сидели. Я повторяю, есть разные дети. Мои дети один постоянно рисовал во время собрания. И таким образом он слушал. И когда я беседовала с родителями насчет этого, они говорят, да, ты знаешь, Антония, ты права, дома ребенок сидит и рисует что-нибудь, и они слышат, что происходит в соседней комнате, и могут сказать, мама, вы там говорили о том-то, о том-то, о том-то. Они сидят и рисуют, потому что они получают, мне кажется, больше информации, когда они занимаются чем-то. Другой ребенок сидел вот как щелышка. Он очень хорошо сидел, у меня трое детей. Но у него пальцами он играл. У него была своя игра во время собрания, потому что сидит вот столько времени. Это неестественно для детей. Но опять повторяю, надо их приучить к этому. Не знаю, ответила на вопрос. Получается, что дети до семи лет не могут полностью высидеть в собрании, и это нормально, когда они занимаются каким-то делом, рисованием. Зависит от ребенка. Есть дети, которые могут сидеть, поэтому тоже хорошо, когда во время собрания мы встаем, поем. Вот это правообращение немножко помогает ребенку, и мы должны их учить к этому. Но смотри, разные дети. Вот многие мамы мне говорят, Антония, другие дети сидят, а только мои дети не такие. Есть дети, которые более активные, более спокойные, и это надо учитывать. И если твой ребенок не такой спокойный, надо что-то дать ему с чем заниматься. Понятно, что мозг детей до трех лет имеет плохое соединение еще между двух полушарий, поэтому нужно учитывать, что они делают какие-то вещи неуклюже. Но вот что конкретно еще физического воспитания, ты, Антонет, можешь сказать? Воспитание в возрасте от трех до семи лет. Очень важно им играть. В этом возрасте им надо играть. Это очень важно для эмоционального развития. И тоже, если дети не играли в этом возрасте, умственно, вот академическое развитие тоже у них потом хромает. Кажется, это не так важно. Играть в этом возрасте очень-очень важно. Они в этом процессе учатся, как мышцы держат, эксцелировать, но еще эмоции. Они учатся всякие процессы. Хорошо, когда они это время играют с другими детьми. Они тогда учатся делить игрушки. Они учатся разговаривать с другими детьми. Это тоже важно. Поэтому иногда вот дети, у них такое, как мои дети, мальчики, они дрались, но не в плохом смысле. Они играли, но дрались, как это по-русски. И это очень хорошо для них. Во-первых, физически они учатся контролировать свои мышцы, но тоже контролировать свои эмоции. Поэтому, да, да, да. И с папой, и с папой тоже очень хорошо. Особенно, если мальчики, пусть они с папой так. Потому что для них это как терапия. Антон, что ты скажешь по поводу детского садика? Как раз он касается периода от 3 до 7 лет. Стоит ли ребенка отдавать в детский сад? Потому что кто-то считает, что ему лучше все время быть с мамой, но иногда наблюдается, что дети, которые мало контактируют со сверстниками, не посещают детский сад, у них как будто бы коммуникативный навык немножко приостанавливается. Они, идя в школу, как-то немножко сторонятся, боятся детей. Стоит или нет? Я лично не ходила в детский сад. Но вот как твое мнение именно как психолога? Марьяна, я тут точно ответ не могу тебе дать. Это зависит от многих факторов. Зависит от состояния дома. Если маме есть время заниматься с ребенком дома, то всегда, я считаю, лучше, когда мама занимается и не чужой человек. Вот эти связи. Но, как ты говоришь, социальное общение с другими детьми тоже очень важно. Но, опять же, можешь сказать, что в садике они учатся плохим примером. Как я говорю, или там могут их обзевать, или там могут их унизить в садике. И ребенок в этом возрасте не готов к этому эмоционально. Поэтому они видят, как другие дети себя ведут, они так себя ведут. Вот это отрицательное. Я не знаю, чем занимаются в садике, потому что мои дети не ходили в садик по разным причинам. Но если там очень хорошие занятия, вот там их учат рисовать, или украсть, разукрасить, или спортом, или лазать, то это очень хорошо. Поэтому я не могу это зависит от садика. Вот я знаю людей, которые отдали детей в садик. Там воспитательница была очень плохая, и ребенок просто был в стрессе. Я с ребенком играла, и во время игры она показывала, насколько она боится вот этого воспитательницы. И я тогда советовала маме лучше перевести ее в другой класс, или что-то другое придумать. Или уменьшить часов, когда они в садике. Поэтому тут это индивидуально, это зависит от родителей. Но если ребенок дома, то надо с ним заниматься. Это не значит учить ребенка, но играть с ним. Пусть он ходит, гуляет на улице. Короче, такой вопрос личный. Я повторю это несколько раз по течении нашей беседы, что вот этот передний часть мозга развивается только после подросткового возраста. Значит, это передний часть мозга, это контролирует эмоции. То вы можете представить у ребенка 3 до 7 лет, если этот час только после подросткового возраста сформирован, то насколько дети в таком возрасте имеют контролировать свои эмоции. Это для них очень трудно. Но все равно родители должны учить ребенка в этом возрасте, что так и так поступать нельзя, контролировать свои эмоции. Но пойми, что для ребенка вот это трудно. Он не понимает, что если я устал, я не могу плакать. Они не понимают это. Поэтому имейте терпение с ними эмоционально, но тоже самое направляйте их как правильно. Мы не позволили детей кричать на нас или на кого-то. Мы не позволили им там психовать, потому что это нельзя. Ты учишь их, как контролировать это. Опять же, они смотрят на наши эмоции. Они очень внимательно наблюдают. И родители мне тоже говорят, когда я говорю это, что это правда, что когда они чувствуют, что у родителей нет эмоционального равновесия или родители расстроены, это влияет на них, и они тоже становятся расстроены. Я думаю, что даже и ты наблюдала это, Марьяна, что они чувствуют это. И это очень влияет на них. То же самое, если они постоянно в стрессе, дети, излишки стресса, когда конфликты дома, когда состояние дома плохо, тогда у них изобилие кортисол, это химическое вещество в мозге. И вот это подавляет развитие мозга. Мозг не может так развивать, как он должен в этом возрасте. Получается, что у детей могут быть проблемы в учёбе, проблемы в памяти, и у них могут быть гиперактивность. Поэтому, если родители взяли приёмных детей, они даже не знают, что вот эти дети выросли в очень много стресса, и развитие мозга тоже может быть не совсем такое. Хотя, какой-то мере стресс, это надо, вот как познакомиться с новыми друзьями, ходить в школу, это надо ребёнку для развития, но излишки стресса – это плохо. Ну, вот это коротко про инвестициональное респечение. Ещё вопрос, такой момент, что когда ребёнок, скажем, от полтора до двух лет, может быть, в районе до трёх, если он несколько месяцев не жил с родителями, по причине, может быть, переезда, ещё чего-то, редко с ними виделся, это, я так понимаю, стресс. Сможет ли это очень сильно затормозить развитие ребёнка вплоть до какой-то умственной отсталости или нет? Я думаю, не обязательно, Марьяна. Зависит, где он был, это полтора года или вот это время, когда он был. Два месяца, скажем, да. У дедушка с бабушкой, наверное… Дедушка с бабушкой – это, наверное, хорошая атмосфера, да? Не будет стресса у ребёнка. Это не… Разлюки с мамой, с папой – это может быть стресс, но вот бабушка с дедушкой, бабушка с дедушкой компенсирует за это. Поэтому я не думаю, что это может так сильно влиять на ребёнка. Но если его перевезли к бабушке, дедушке, и там плохая атмосфера, тогда это может быть сильный стресс для ребёнка. Подводя уже итог нашей встречи о развитии детей с трёх до семи лет, всё-таки надо напомнить себе, как мне, как родителю и всем нам, что дети неуклюжие, потому что их воск ещё не совсем развился. Если мы во все кружки, какие только можно, их развиваем, всё равно не стоит ждать мгновенного эффекта. Только в школе ребёнок будет таким, может быть, аккуратным, что-то красиво наливать, не разливать вещи. Просто помнить, учить. Он всё за нами повторяет, за сверстниками. Нужно учить. Очень важно физически, чтобы ребёнок много двигался. Наверное, в нашей советской культуре всё-таки мы боимся, чтобы ребёнок запачкался, чтобы он куда-то полез. Нужно это устраивать безопасно и интересно. Это очень важно. Спасибо большое, Антонет, за такую очень содержательную беседу. И до следующей встречи. До следующей встречи. До свидания. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что с нами сегодня на связи была Антонет Терон, христианский психолог и душепопечитель. Темой нашего общения было воспитание детей до школьников с 3 до 7 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова